Эх, тебе нельзя раздеть, да Блин, обидно Я бы посмотрел на неё без одежды Ну ладно, возможно ещё доведётся посмотреть Сами понимаете, когда доверяешься в руки женщине-телохранителю, надо заценить, ну как бы на что она способна Посмотреть на её трицепсы, бицепсы, сиськи Ладно, пойдём Так, давайте, наверное, послушаем, чё Абдуль говорит Всё будет нормально, земеля Ну чего ты? Ну да, расскажи мне Эх, эти разговоры о Боге Всё, 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 место поднял, жопу потерял, отойди отсюда Теперь я здесь стою Хе-хе-хе Ты дочь? Ничего себе, дочь Ну ладно Я понял Так, чё, как его сдать ментам, слышите? Там это О, Свен Куда, куда делся мусор, он тут стоял на перекрёстке Слышь, иди арестуй этого мудилу, чё за дерьмо, по 282-й его туда Ладно, всё понятно О, привет Как Данмерка стала Хускарлом? Мы с Балграфом, братья по оружию Мы встретились ещё в юности, и наша дружба закалилась в пламени сражений Я за тобой слежу Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла Назим их обычно лежит в это время суток Назим? Да Окей, я думал, ты это Мусульманка, которую ищут два брата-акробата Или это ты? Нет, ну ты точно не она Я помогу, я помогу Да Не ври мне Это точно она Не-не-не-не, не надо Говорю тебе ясно и чётко Выбирай, меч или жена Если ты выйдешь за ворота, то меня ты больше не увидишь Вам помочь может? Алё Как хотите Спасибо за 250 рублей Спасибо Лаванда, горная лаванда Ну ладно, потом разберёмся с этим городом У меня что-то начинает нагнетать то, что дождь постоянно идёт У меня постоянно какой-то квест висит Туда сходи, туда сходи Мне начинает казаться, что я делаю Этот дебильный квест Который, ну типа знаете, как в фоллауте Который Типа проходишь и игра заканчивается Но Меня постоянно нагнетают Типа иди, 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 иди Типа Хреновины Которые кричали Два раза не зовут Поэтому пойдём Потом вернёмся и уже попробуем разобраться в этом городе Я надеюсь погода О, улеглась Немножечко Отлично Кстати Мы можем вернуться потом на ту ферму и отомстить Хмм Как там? Как это называлось место? Вайтрана Это была ферма Пелагио Да, пойдём-ка мы туда зайдём Вон тот дом Я ещё не всё сделал, что хотел О, опять великан что ли? Или нет? Вот эти ублюдки Капустку полят Пропалывают Ты чего напала-то? Да Ты вообще человек что-то за срань Это ненормально Это ненормально Темнокожий парень С эльфийкой живёт Это нехорошо Я не разделяю таких современных взглядов на мир и общество Вот Вот и всё Вот и всё Отлично Что я хотел сделать Ё-моё Это всё книги, которые Песни возвращения Том 7 К вопросу о двемерах Том 1 Жена дровосека Мифы Шиагората Да вы чего? Да нет, это не могут быть настоящие книги Какой больной ублюдок стал бы это вообще читать или писать? Мифы Шиагората Не, не В начале дней Во времена, когда мир был ещё юнше Агарат решил побродить Это что, реально книга? Из нескольких страниц 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 страниц 10 Новая глава Всё, конец Ну, страниц 20, наверное Ну, давайте Подпочитаем потом А то скажут, что я не интересуюсь миром И всё такое Мой друг все прочитал От которого в дурку положили? Интересно, когда Гитман проходил Скайрим без фаст-тревела А он ведь Очень придирчивый к лору И всегда читает всё, что видит Он прочёл все эти книги? Тут же только на этом Я сейчас могу просто стрим на 2 часа затянуть Только вот это говно читая Книжки в эльфийской библиотеке Похотливая арганианская дева? У меня есть такая книга уже? Я просто не Я даже не понял Какие книги я уже своровал Ух ты, мясцо Нифига себе, кстати Вкусно выглядит Дайте жареный Чтобы была Нужна соль и конина Понял, понял Теперь буду воровать Соль всегда Раньше соль не воровал А теперь буду Ещё Похититель Саламудрия Ну-ка Расскажу вам историю о воре Последняя известная гильдия воров Была разгромлена в этом городе Более чем за 450 лет до описываемых событий Райвиус решил, что он барон А, что барон должен поделиться с ним Извиняюсь, что я так плохо читаю Как дислексик, но здесь шрифты очень тяжёлые Для восприятия Своими сокровищами Однажды ночью коварно пробрался в замок барона Намереваясь осуществить свой план С тем и замка славились своей высотой неприступностью Дэвиус предусмотрительно использовал Пронзающую стрелу, чтобы надёжно закрепить верёвку наверху Стены Как только он забрался наверх Ему пришлось прятаться от охранников барона Но укрываясь в тени зубцов Он сумел проникнуть в замок незамеченным Пробраться в башню было для опытного вора детской забавы Однако вход в личные покои барона Преграждала дверь с запором на 13 На 13 бородок Дэвиус помолчал Поломал Всего лишь 9 отмычек Пока открывал его Использовав вилку, леску и бурдюк Он обезвредил 7 ловушек Защищая коллеги Заловодев наконец монетами Дэвиус пытался убраться Обнаружил, что дверь заперта Оборона враженная захлопнула Поднял тревогу, позвал стражников Единственный путь на свободу Через бодуар баронессы Когда он вошёл туда Он обнаружил, что Дама готовится отойти ко сну Скажем, что Дэвиус всегда отличался приятной наружности А баронесса не славилась особой красотой Каждая из них отметила это Как только они встретились взглядами Вы пришли, чтобы похитить мою честь? Спросила леди дрожа Ничуть благодарная дама Сказал Дэвиус, быстро оценив ситуацию Только такую деликатную вещь, как ваша честь Нельзя похитить столь же легко, как Я вижу, что вы украли редкие монеты моего мужа Дэвиус проникновенно взглянул в её глаза И видел у них единственный путь к своему спасению Он лежал через двойную жертву Да, эти монеты имеют большую ценность Но вместо них я нашёл сокровище, которое поистину бесценно Так начал Дэвиус Скажи мне, красавица, а чего Твой муж остановил семь смертельных ловушек Чтобы оградить своё яркое богатство Но всего лишь один простой замок Защищает спальню его добродетельной жены Игна защищает то, что ему дороже всего Гневно ответил Вероника Я бы отдал всё золото, чтобы лишь минуту быть осеянным лучами твоей прелести И с этими словами Дэвиус бросил на пол монеты Которые достались ему с таким трудом А Баронесса упала в его объятия Когда вошёл капитан охраны Которому было приказано опускать покой Баронесса Она уже спрятала Дэвиуса так тщательно Тщательно, как только могла И вернула монеты стражников Сказав, что вор уронил их Когда выскочил в окно Совершив эту жертву Дэвиус собрался с духом и совершил другую В эту ночь он похитил добродетель леди Вероники И не один раз в замке он оставался До тех пор, пока небо не начало светлеть Совсем измученный он ускользнул из замка С первыми лучами рассвета Конец Спокойной ночи тем, кто уснул Под этот замечательный рассказ Пока больше читать не будем, обещаю Но когда-нибудь мы вернёмся к этому И вот тогда Лидия, я никак не могу привыкнуть Что вы со мной теперь ходите Я всегда Жду Увидеть грязномазую Грязномазую рожу Свена Но Да ладно Далеко вообще идти-то? Идти-ть твою налево. Э? У-у-у. Это далеко-у-у. Как-то тут куру обходить придется по левой стороне. Вот так, что ли? Давайте вот сюда поставим маркер пока... Что ли, наверное. Чтобы не свернуть с пути прямого. А тебе понравилось? Ну, мне тоже понравилось. Ну, лучше, чем книги Донцовой. Ну, согласитесь, в принципе, довольно неплохо. Неплохая история. Сейчас дойдем до места, и небольшой будет перерыв 10-минутный. Мне надо переварить все, что я прочел. Точнее, я уже переварил, и вот мне надо как бы... Ну, в общем, вы поняли. Нужна будет пауза небольшая, пока дойдем. То-то все. Я думаю, что сегодня стрим так часик на 4, не больше. Уж в ночной Скайрим перетечет. Я все-таки хочу потом в этом городе немного побродить. Квесты поделать второстепенные. Потому что, как известно, игру делают второстепенные квесты. Они основные. И я надеюсь, что все-таки с этим-то в Скайриме все будет нормально. Ферма Холодная Бороста. Я превращаюсь в Блэк Сильвера? Почему же? Я не могу переместиться туда фаст-тревелом. Там недалеко Ревервуд, но Ревервуд, он стоит неудобно. Или я могу... Или это то место, где было начало? Забаньте человека, который машнил. Потому что мне действительно надо идти туда пешком. И забаньте человека, который в четвертый раз просит убить мамонта с лука, пожалуйста. Я просто устал от этой просьбы. Я обязательно все сделаю. Ну, Паш, пожалуйста, прекратите спамить чушь. Я думал, это Свен, а это Бальбус. Привет. Господи, посмотрите на его рот.